Так, ну сегодня тема рынка ТБ, поэтому давайте для начала разберемся, что вообще такое ТБ. ТБ бывает всевозможных разных видов, бывают ТБ 2,5, ТБ 3,5, 1,5 и так далее. Что значит ТБ, допустим, 2,5? Это если суммарно в матче забивается больше двух голов, то есть три и больше, ставка заходит. Если забиваются два гола или меньше, то ставка не заходит. Есть также ТБ, допустим, 3. Это означает, что, допустим, если в матче забивается ровно три гола, то вам возвращается ваша ставка. То есть вы ничего не зарабатываете, просто вам делается возврат. Ну, если больше трех мячей было, то есть четыре и более, то вам рассчитывается выигрыш. Ну, если, понятное дело, меньше трех, то вам засчитывается поражение. Давайте теперь разбираться, что влияет, в принципе, на результативность матча. То есть, понятное дело, если мы работаем с ТБ, нам очень важно, чтобы голы забивались. И основной фокус и упор, который нам надо делать в анализе, это на то, чтобы команды как можно больше либо забивали, либо пропускали и так далее. Соответственно, чем больше гостевая команда забивает и пропускает, тем больше вероятность того, что матч сыграет на ТБ. Соответственно, давайте теперь перейдем в менеджер и попробуем, в принципе, посмотреть глобально, что у нас за результаты получаются в целом по всей выборке. Мы видим, что во всех сыгранных матчах, вот эти 40 тысяч матчей, 48% и 42% сыграли на ТБ и 51-58% матчей сыграли на ТМ. И менеджер нам дает такую возможность, как бы, поанализировать дальше. Понятное дело, что когда играет, допустим, дома фаворит или суперфаворит, то, скорее всего, что будет больше забитых мячей, потому что команда сильно играет дома и у них гораздо лучше это получается, чем на выезде. И так далее. Ну, давайте просто попробуем поработать немножко с выборкой на предмет того, как же все-таки меняется эта вероятность от того, кто играет дома, кто на выезде и так далее. Давайте для начала посмотрим так. Ну, достаточно грубо. Просто возьмем фавориты, скажем так, условно. Это у нас коэффициент на P1 от 1.01 до 1.8. Да, в принципе, многие из вас уже строили подобную табличку. Если кто не строил, рекомендую составить и, в принципе, поиграться и посмотреть на то, как тот или иной рынок влияет от того, кто с кем играет и вообще какая результативность ожидается в этом матче. Как это влияет в итоге на результат. Что в этой табличке? Вверху у нас результативность. То есть мы считаем, что кэфф на TB от 1.01 до 1.06 – это очень высокая результативные матчи. От 1.06 до 2 – это высокая. От 2 до 2.05 – это низкая. И от 2.05 и выше – это очень низкорезультативный матч. А также мы делим матчи на такие классы, как дома играет суперфаворит. Это когда кэфф на P1 от 1.01 до 1.03 – фаворит. Когда команды равны. Когда дома играет слабее команда. И когда вообще слабая команда играет дома. Собственно, мы сейчас условно попробуем посмотреть, что происходит с рынком TB, когда мы, допустим, когда играет дома фаворит, скажем, до 1.8 кэфф. Как это влияет на TB? Ну, я ввел сюда. От 1.01 – P1 до 1.8. И мы нажимаем рассчитать. Как мы видим, если в прошлом во всей выборке на TB играли 48 и 42% матчей, то сейчас для данного типа матчей, когда играет дома фаворит, уже TB значительно вероятность растет. То есть они больше начинают забивать, но результативность матча резко вырастает. Также мы видим это и по некоторым другим показателям. Например, тот же ожидаемый ROI на такого рода матчи, значительно ниже, чем он в среднем по рынку. Вот так, что на 1.1. То есть работая таким образом с такого рода выборками, вы для себя где-то чуть больше и больше начинаете узнавать о самом рынке, о его, так скажем, специфике. Ну, то есть на основе этих данных, которые даже мы сейчас получили, то есть в целом вероятность и то, как себя ведет ожидаемый ROI, допустим, и тот же обычный ROI, мы можем предположить, что скорее всего, что в этом диапазоне кэфов будет нам попроще строить стратегии, они будут, в принципе, лучше получаться, потому что, скорее всего, на такого рода матчи ну, очень, ну, чаще идет прогруз, чем наоборот. Давайте теперь посмотрим, что будет, если мы ведем сюда матчи, допустим, равных команд. Как это повлияет? То есть это тоже, на самом деле, сильно повлияло, потому что встречаются достаточно равные команды и порой в таких матчах, ну, очень тяжело, да, пробить защиту соперника и так далее. То есть это матчи, в которых редко когда будет прям разгром, потому что команды плюс-минус равны, то есть они примерно одинаково защищаются, примерно одинаково атакуют, и, соответственно, из этой всей выборки мы можем тоже увидеть, что, допустим, тот же ТМ тут выглядит неплохо, уже гораздо лучше, чем он выглядела раньше, ТБ выглядит хуже, ничья выглядит достаточно тоже неплохо. То есть тут, видите, даже по ничье у нас, ну, очень маленькие отрицательные герои. То есть очень часто такого рода матчи играются в ничью. И тоже из этой информации мы можем сделать вывод, что, скорее всего, что в этом диапазоне и ожидаемые герои нам придется больше перекрывать как-то. Ну и, в принципе, скорее всего, что нам будет сложнее тут строить свои стратегии. Ну и давайте теперь пойдем посмотрим, что будет, когда играет у нас, допустим, слабенькая команда дома и хорошая на вылете. Так, ну мы видим, что все-таки чуть больше они забивают в этом случае, чем когда равные команды играют. Но тут уже, скорее всего, что игра зависит уже от того, как хорошо играют гости, как хорошо они забивают и так далее. То есть тут уже некий этот баланс нарушен, и уже во многом все зависит от того, как гости себя ведут. Вот, допустим, забив гол, идут ли они дальше разрывать соперника или же им достаточно с небольшим преимуществом выиграть. Ну, то есть не так высоко, как, допустим, это было, когда у нас фаворит дома играл. Но, тем не менее, все равно чуть лучше, чем при равных командах. Ну и также видим, что ожидаемые рои и обычные рои, ну, вот в пределах там чего-то среднего. То есть, ну, скорее всего, что этот диапазон будет, ну, плюс-минус там нормально поддаваться к моделированию стратегии. Опять-таки, это только какие-то базовые вещи. Но на самом деле, если вы вот так вот поковыряетесь побольше, пообращаете на это больше внимания, то вы можете достаточно много полезной информации найти для себя. Просто понимать специфику того, как играют команды при разных условиях, так сказать. То есть, составьте себе эту табличку, она вам будет, в принципе, полезна не только для тоталов больше, а и, в принципе, и для других рынков. Дальше эта же табличка нам понадобится уже, когда мы начнем строить стратегию. Но, в целом, проведя такой микроанализ, мы поняли, да, что лучше всего забивают, когда дома играют фавориты. Самое хуже всего забивают, когда команды равные. И более-менее нормально, чуть больше забивают, когда играют фаворит на выезде. Так, теперь пошли дальше. Мы, в принципе, посмотрели так, в целом на рынок, примерно поняли, что происходит в том или ином сценарии. И теперь нам надо как-то понять, какие вообще нам использовать показатели, статистики, чтобы строить свои стратегии. Изначально, когда все это начиналось, у нас не было там особо много инструментов для какого-либо анализа. И мы исходили там, исходя из каких-то логических заключений. Ну, например, мы понимали, что для того, чтобы забивались там мячи, нам надо, чтобы их G90 и их G90 команд, ну, был максимально там большим. И мы брали прям там какие-то, допустим, отрезки, да, диапазоны и начинали там что-то строить. Даже без всяких там формул плюсовых, просто там подставляли там их G90 домашней команды, там больше там такого-то значения, там их G90 команды больше такого-то значения. Ну, и таким вот способом начинали что-то строить. Ну, и в итоге все сводилось к тому, что мы, ну, я думаю, многие здесь присутствующие подобным занимались и просто выводили наши результаты к тому, чтобы вот этот вот ROI итоговый был плюсовый. На тот момент не было неожидаемого ROI, да и никто особо там на Юде не обращал внимания. Но позже с развитием проекта появилось достаточно много инструментов, которые на данный момент могут помочь так скажем в выборе. ну, давайте попробуем поискать менеджеры ну, какие-то показатели, которые нам могут быть полезными для рынка ТБ. я не предлагаю, я не рекомендую никому начинать сразу строить стратегии и брать какие-то узкие сразу диапазоны и в них что-то пытаться там строить, даже там анализировать перед тем, как строить, потому что вам будет тяжело понять действительно, какие параметры лучше коррелируют, какие нет. И я знаю, многие при построении стратегии могут, допустим, использовать набор параметров один, допустим, для диапазона там ТБ 1.6, 1.7, а потом, когда строят там 1.7 и 8 соседний там диапазон, используют совсем вообще другие показатели с другими значениями, ну, это в корне неправильно. Наша задача найти какие-то такие показатели, которые работают на любых в принципе диапазонах, неважно. Для этого давайте мы поработаем с каким-то очень, ну, достаточно большим массивом данных, чтобы на его примере попробовать поанализировать в целом рынок. То есть мы не будем сейчас строить сразу стратегию, мы просто попытаемся понять, какие нам параметры могут помочь в построении модели для ТБ. Я выберу тут что-то очень глобальное, допустим, от 1.2 до 8, скажем, P1, и скажем, я просто уберу какие-то маленькие кэфы, скажем, оставим от 1.5 и выше. Просто на маленьких кэфах тяжеловато проводить анализ. И давайте просто зараним эту выборку. Посмотрим на общий сначала результат. В принципе, мы уже смотрели на общий выбор, она мало чем будет отличаться от того, что первый раз выполняли. Поэтому давайте попробуем теперь следующую вещь. Давайте попробуем посмотреть на матчи, которых ожидаемый ROI сначала был очень маленький, то есть отрицательный. Те матчи, которые плохие и нам в принципе не должны попадать в стратегию. Мы берем точку отчета минус 5 по ожидаемому ROI, потому что примерно минус 5 ожидаемый ROI это без вычета с вычетом маржи. И от него допустим делаем шаг в минус 10. Делаем сначала выборку плохих матчей, которые мы не хотим видеть в своих стратегиях. мы видим, что по результатам из 30 по-моему 8000 матчей у нас осталось 4000 матчей примерно. Мы видим, что ожидаемый ROI на TB у нас минус 19. Очень плохой. То есть нам надо как всячески избегать подобного рода матчей. и теперь мы наоборот попытаемся найти из всей этой выборки матчи где у нас наоборот положительный ожидаемый ROI и это те матчи, которые мы хотим видеть в своих стратегиях. Опять-таки я делаю шаг от минус 5 плюс 10 получаю 5. То есть это примерно матчи, у которых Юди выше 10. И теперь мы получили выборку уже хороших матчей с ожидаемым ROI 10 и выше. Выборку попало 4500 матчей. Так, ну как бы выборка выборкой. Давайте теперь посмотрим на параметры XG, как они менялись от худшего сценария к лучшему. И будем себе как-то обращать внимание на какие-то показатели. Так, я нахожусь на вкладке ничья. Давайте перейдем к общей и посмотрим, что тут мы можем увидеть. Ну, мы видим, что там, допустим, XG-Shot особо никак вообще не влияет на рынок TB. А вот, допустим, XG-DOM гораздо выше в нашем сценарии матча с положительным ROI от того, что происходит с отрицательным ROI. ну, и все в принципе растет и XG-90 выезд, и общие XG-90, и XGA-90, то есть все эти показатели растут. Ну, оно и логично, потому что чем больше создают, тем больше у нас результативность матча. далее. Ну, опять-таки, вы можете прям себе брать и выписывать те показатели, которые больше всего, можно сказать, коррелируют с этим рынком. И потом проводить еще какой-то дополнительный анализ. Ну, к этому мы сейчас приступим чуть позже. Вот такой показатель. XG-90 деленный на XGA. Показывает качество того, команда создает больше, чем пропускает. Ну, тоже вот он там менялся, да. И так далее. Вот очень хорошо менялись суммы XG-90 и XGA-90. Дома, на выезде, то есть мы видим, что все в принципе логично и то, что мы ожидаем. 0.3 Макс то же самое. Все XG-90 и XGA-90 росли, суммы росли и так далее. В общем, на основе этого анализа мы подтвердили те логические заключения, которые были с самого начала. то, что чем больше создают, чем больше пропускают, тем больше результативность матча. И мы для себя выбираем топ, я не знаю, там 10 каких-то параметров, которые нам и логически мы их можем объяснить и очень хорошо показывают корреляцию здесь. И начинаем теперь проверять, как же все-таки эти параметры коррелируют, действительно ли они коррелируют и ожидаемые рои растет. Для этого мы теперь убираем ожидаемые рои из нашей выборки и будем работать со всем этим массивом. Допустим, мы видели, что все xg у нас в сумме дают прирост. Давайте попробуем найти допустим сумму xg90 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 давайте по стариночке дома и нам надо теперь понять, как с увеличением этого параметра будет меняться картина в целом. Как это влияет на ожидаемые рои. Всем понятно, почему мы использовали именно вот такую форму. Почему мы складываем все xg домашние xg домашние xg90 xg90 выездные тут все логично. Эта формула учитывает все сценарии. То, как дома команда забивает, как она пропускает, то же самое на выезде. Если мы из этой формулы что-то одно уберем, мы что-то будем не учитывать. Давайте смотреть. Допустим, мы поставим выше 4. Так, но все равно в эту выборку попало достаточно много матчей. Ожидаемые рои минус 4 и 2. Рои минус 4 и 3. Ну, поехали дальше. Будем увеличивать значение этого показателя. Поставим сразу 4 и 5, чтобы достаточно много матчей отсечь. Так, мы видим, что уже осталось 25 тысяч матчей, что ожидаемый рои увеличился на 0,6. Пошли дальше, то есть как-то оно докоррелирует. Давайте теперь на 5 перейдем. то есть видим еще улучшился, то есть осталось уже 16 тысяч матчей, ожидаемый рои еще подрос на 0,57. Уже минус 3. Едем дальше. 5,5. В принципе вы можете результаты этих выборок, ну, результаты этого ожидаемого рои как-то фиксировать у себя, ну, и потом смотреть, как-то собирать потом для других каких-то параметров и смотреть, какой из них там лучше коррелирует. так, осталось 8000 матчей, еще подрос на 0,60 ожидаемое рои, то есть все в принципе работает неплохо. так, ну, сейчас уже с параметром равным 6 у нас уже ожидаемое рои минус 1,8, у нас даже вылезло плюсовой реальный рои, даже 47 номинала плюса, и опять на 0,66 у нас улучшилось ожидаемое рои. Ну, и давайте последнюю операцию сделаем. Поставим 6,5. Вот, уже осталось 1000 матчей, но уже ожидаемое рои минус 0,7 уже практически еще немного, и он был бы уже положительный. Но уже реальный рои 4,7 и 50 номиналов прибыли за 1000 ставок. То есть в принципе в теории даже вот вот такой костяк, если его запустить, то есть он как-то скорее всего, что и дальше будет работать. Хоть и тут ожидаемый рои немножко отрицательный, но наверное за счет того, что там объем ставок с положительным ожидаемым рои гораздо выше, чем с отрицательным за счет этого. У нас и рои выше. Ну, опять-таки, он может быть не 4,7 реально, а 1,2, но тем не менее. Давайте посмотрим на складочку прошедшей матчи и посмотрим как ведет себя вот ТБ здесь. Ну, как-то так, вот 50 на 50, да, пока что. Хотя здесь вот достаточно много, почти все матчи с положительным ожидаемым. но в общем все равно как-то вот проскакивает не так часто, как хотелось бы. ну, в общем, можно еще здесь походить, посмотреть, что-то поанализировать. Что мы, к чему мы пришли? В принципе, вот эта формула и эти параметры уже, в принципе, неплохо коррелируют. и в принципе самые первые наши, одни из первых стратегий были построены, ну, основная база стратегий была на вот этом параметре. Но опять-таки время идет и появляется все больше и больше всяческих улучшений, поэтому на данный момент конкретно я, допустим, не использую эти параметры. потому что есть лучше. Как понять, какие лучше, потому что у нас, допустим, есть разного рода вообще суммы IG при разных там и счетах, и 0.3 max, есть отдельно рассчитанные для дома для выезда, есть отдельно рассчитанные для, не отдельно рассчитанные, а общие. и как бы из этого большого количества параметров порой тяжело понять, какой выбрать, да, какие у кого есть идеи в плане параметры, которые, допустим, наверное, будут работать лучше, чем на основе вот IG-90, IG-90 дом, плюс IG-90 плюс IG-90 выезд. есть какие-то идеи? Ну, 0.3 max или с одной и той же ну, то же самое, только 0.3 max в принципе поставить. Да, а почему 0.3 max? Почему ты думаешь, что он лучше? Потому что 0.3 max он более отражает, как бы сказать, силу команды, потому что ну, как бы IG-90 то есть если, например, если что-то уйти в футбол, то если, например, там удар произошел там из 20 метров, да, может быть IG-90 там 0.1 или 0.2 и вратарь отбивает и там нужно только вотопить. Это, как считается, как бы шаровой гол. Он более лучше отображает силу команды, силу удара, скажем так. Или, точнее сказать, качество момента. Смотри, ты прав в том плане, что 0.3 max скорее всего, что лучше, но опять-таки мы пока это только предполагаем, да, то, что он лучше. Лучше почему? Именно, вот допустим, конкретно для ТБ. Потому что 0.3 max собирается, то есть, как вы помните, мы откидываем, ну, мы ограничиваем моменты, которые были больше 0.3 G до 0.3 G. Ну, потому что в них есть доля везения и случайность. И чтобы снизить вот эту дисперсию, мы их приравниваем 0.3 и тем самым мы убираем вот эту долю случайности. И как бы, если команда даже вот без вот этих случайностей зарабатывает XG больше, XG больше, это оценил там Бук, то значит, 100% этот параметр будет лучше, обычный, допустим, XG и XG-A90 то. Но, допустим, для TM того же обратная ситуация. Тут, скорее всего, что лучше использовать обычную статую, а не 0.3 Max, потому что нам надо, наоборот, добиться того, что даже если там команде везло, у нее были там какие-то случайные вот эти вот моменты, то даже с учетом везения они там забили, ну, должны забить, мы ожидаем, что они должны забить меньше, чем 2.5 и так далее. Ну, пока это мы как бы просто себе так подумали и решили. Ну, давайте попробуем это как-то проверить. Давайте мы теперь поменяем вот эти XG-90 дом на XG-90 дом на 0.3 Max. Так как это 0.3 Max, тут понятное дело значение надо указывать меньше, потому что мы убрали долю случайности. Ну, давайте попробуем 5.5 очень мало матчей осталось. Давайте уменьшать. Давайте до 4.5 попробуем. то есть там у нас при 6.5 было там где-то 1000 матчей и ожидаемый ROI был минус 0.7 если я не ошибаюсь. Что-то типа того. Давайте попробуем вот с этим параметром примерно оставить тоже ту же ту же тысячу матчей и посмотреть какой будет ожидаемый ROI с этой статой. так у нас получается минус 0.96 странновато в общем в принципе действительно этот параметр должен лучше коррелировать просто может быть конкретно в эту тысячу матчей попала не очень так скажем удачные матчи и в целом ожидаемый ROI на тысячу матчей оказался ниже. Но если вы поисследуете вот так на предмет именно корреляции то вы увидите что именно 0.3 max для тоталов больше подходит лучше. Ну у меня к сожалению под рукой нету этих табличек ну собственно мы это когда-то тоже делали ну лично я смотрел что лучше коррелирует что нет возможно там на тысячу матчей они чуть хуже выглядят но если взять допустим на двух тысячах матчей или на полторы то оно будет значительно лучше. Вот ну кому не лень я думаю вы это сможете легко проверить и себе доказать. Поехали дальше в принципе уже вот с этой статой тоже можно переходить и строить стратегию. Но совсем недавно мы пришли немножко еще к одному выводу который смог тоже улучшить немного использование этих показателей улучшить наши стратегии и увеличить ожидаемые роги. Как вы думаете какого рода показатели могут еще лучше коррелировать и играть? я предполагаю что показатели рейтинга силы могут также показать хорошую реверацию согласен согласен но универсальная формула результативности это тоже ну я согласен но мы мы пока не трогаем как бы рейтинги силы это будет уже следующий шок короче говоря к тому что может еще что может что может улучшить недавно общались с Артемом и ну в общем изначально когда мы только начинали строить стратегии была как бы общая стата и была стата посчитана отдельно для домашней команды выездных но так как на тот момент архив был достаточно маленький то мы пришли к мнению в принципе что надо использовать раздельную стату домашние и выездные и как-то это и проверить на тот момент особо я спорить никак невозможно было поэтому мы все я до сих пор по сегодняшний день использую стату которая отдельно поделена рассчитана для домашних и для выезда но как оказалось Артем с Димой разбирали часть матчей анализировали и увидели что в их стратегии попадают матчи такие ситуации что допустим команда на выезде играет лучше чем дома или какие-то вот такие моменты и они решили попробовать как работает общая стата вот и оказалось что общая стата коррелирует гораздо лучше чем поделенная на домашние выезды опять-таки это связано с тем что общая стата ее как минимум там в два раза больше то есть она собирается быстрее ее больше и за счет этого у нее у этой статы есть это преимущество конечно там уже скорее всего что уже ближе к концу чемпионата когда и отдельная стата накапливает там уже отдельная стата будет смотреться лучше но так как мы начинаем строить стратегии с 7-го 8-го тура то нам может играть на руку использование именно общей статы поэтому тоже давайте посмотрим как вот если мы поменяем эту стату на общую стату как оно будет коррелировать так у нас тут выезд давайте чуть-чуть занизим то есть мы даже видим что вот даже на полторы тысячи на 1400 ставок уже ожидаем и роя минус 027 07 09 как это было со статой на тысячи даже ставок давайте чуть увеличим чтобы примерно в тысячу было ставок то есть мы видим что тут практически тысяча матчей уже ожидаемый рой положительный поэтому рекомендуем использовать общую стату я еще сам ее лично не использую себя но буду тоже ее применять потому что очевидно она работает чуть лучше чем деленная на выездные и домашние в принципе можно использовать до какого-то момента пока не будет сыграно достаточное количество матчей использовать общую стату но уже ближе к концу чемпионата использовать раздельно но опять таки это надо уже потом создавать стратегии указывать туры от 6-7 до 20-го на такой стате строишь а потом уже выше на разделе поэтому придется делить ну пока опять-таки можете построить в принципе на общей стате а потом уже как-то улучшать уже последние отрезки чемпионатов использование разделе разделе стат не факт что оно лучше не факт ну надо опять-таки все это смотреть исследовать но в целом в целом использование общей статы получается что лучше чем чем разделе и это показывает как бы цифры ожидаемой лорой то есть как как резюме для того чтобы мы проанализировать рынок в целом выбираем какой-то достаточно широкий диапазон и его там исследуем на нем пытаемся выявить какие показатели хорошо коррелируют какие плохо и начинаем их как бы анализировать идти вот так вот пошагово смотреть как оно влияет как оно там не влияет и в итоге у вас должны быть какие-то показатели которые там будут ну я не знаю из списка допустим если на начальном этапе когда вы отфильтровали по ожидаемому рои худшие и лучшие матчи то у вас там допустим 10 показателей топ то уже после анализа когда вы все эти 10 посмотрели ну у вас должно остаться там 2-3 топ показателей да обсудили какую стату лучше общую использовать или дом выезд рекомендация здесь ну опять-таки можно по стариночке использовать дом выезд но с общими у вас должны быть получше стратегии использовать 0-3 макс или нет опять-таки все зависит от того конкретного рынка с которым вы работаете конкретно для тб лучше использовать 0-3 макс и вот последний поинт здесь это использовать как-либо стату при счете 0-0 плюс 1 минус 1 и так далее единого мнения нету но по крайней мере костяк вашей стратегии не должен основываться на стате при конкретных счетах просто опять-таки тут проблема недостаточности выборки ну допустим если еще при 0-0 и при ничей как-то эта стата набирается быстрее то при плюс 1 при минус 1 эта стата накапливается достаточно долго и лично я ну может быть точечно использую уже потом как доп какие-то параметры в своих стратегиях эту стату но точно не как основную то есть основная стата у вас должна быть использоваться такая которая работает в целом по всему рынку то есть не в каких-то определенных участках этого рынка и плюс на основе какой-то статы которая ну которой достаточно много чтобы на основе нее делать моделирование поэтому в первых своих стратегиях ну не рекомендую использовать пока что 0-0 плюс 1 минус 1 стату ну а дальше уже когда вы построите первые свои стратегии и будете лучше разбираться в целом и в рынке и построите потом уже другие рынки и будете понимать лучше какие зависимости есть то тогда уже при должном уровне экспертизы вы можете эти показатели где-то точечно использовать для того чтобы немножко улучшить свои стратегии но в глобальном плане нет я вам просто на примере вот этих показателей суммы всех показал как можно проводить анализ как понять что там этот показатель работает или не работает ну опять-таки лично я использую как основной именно вот такого рода показатель вот вы можете также проверить как работает там их G90 деленная там на их G90 как какие-то другие работают поэтому это уже часть вашей работы у нас нету времени сейчас сидеть и каждый там показатель отдельно рассматривать до до